Привет, друзья! Меня зовут Раиль, и вы попали на мой музыкальный влог. Сегодня мы разбираем песню группы Нервы «Кофе, мой друг». Да-да, вы, конечно, скажете, что есть огромное количество уроков на эту песню, но как раз я обещал разобрать все песни из видео «25 песен за 8 минут», там она и есть, эта песня. Я разберу и эту песню, но покажу вам, как звучит оригинал и свой вариант. Итак, давайте поехали. Я сыграю вам свой вариант песни, то есть сыграю его так, как исполнил в видео «25 песен за 8 минут». Там я исполнил песню в тональности Е-М, Ми-минор. Она отличается от оригинала на два полутона, то есть на тон. В оригинале у нас тональность Фа-дис-минор, а тут у нас тональность Е-М. Ми-минор. Кофе мой друг, музыка мой враг, и все, что вокруг них, я могу сыграть. Дорога мой друг, небо боять играть. Пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. Кофе мой друг, музыка мой враг, и все, что вокруг. Я могу сыграть, дорога мой друг, небо боять играть. Пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. И соу в конце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот так примерно у нас звучит песня. Итак, давайте рассмотрим аккорды, версии, которые я сейчас исполнил, то есть тональности Ми-минор. Итак, у нас тут аккорд Е-М, Ф-диез-7, Ф-диез-септаккорд во втором ладу. Далее аккорд Б-М, С-бемоль-минор. Дальше Ля-мажор, С-соль-мажор, Г. Такие аккорды у нас на протяжении песни. Песня у нас начинается с перебора, поэтому рассмотрим перебор. Берем аккорд Е-М, дергаем три нижние струны и бас. Три нижние, бас. То есть первая, вторая, третья, потом бас. Дальше аккорд Ф-диез-7. Три нижние струны и шестая струна. Три нижние, бас. Три нижние, бас. Три нижние, бас. Три нижние, бас. Еще раз. То есть на каждом аккорде вот этот рисунок нужно сделать четыре раза. Раз, два, три, четыре. Дальше аккорд Б-М. Три нижние, бас. Три нижние, бас. Дальше аккорд А-ля-мажор. Три нижние, бас. Три нижние, бас. То есть смотрите. Давайте еще раз повторим перебор. Берем Е-М, дергаем три нижних, бас. Три нижние, бас. Три нижние, бас. Три нижние, бас. Четыре раза сделали. Дальше аккорд Ф-диез-7. Дергаем три нижних, бас. Три нижних, бас. Три нижних, бас. Три нижних, бас. Тоже четыре раза сделали. Дальше идет аккорд А-ш-М. Кстати, аккорд БМ и АШМ отличаются друг от друга. Когда у нас стоит Б, это означает аккорд Си бемоль, минор или мажор. А когда АШ, это просто чистый Си. Поэтому, несмотря на то, что говорят другие, аккорд АШ и Б это не одно и то же. Итак, повторяем. Мы сыграли 4 раза аккорд ЕМ, 4 раза аккорд ФДС7. Дальше идет БМ. Его нужно только сыграть 2 раза. Давайте дергаем. 3 нижние струны, 6-ая, 3 нижние, 6-ая. Дальше скатываемся на аккорд А, Ля мажор. Дергаем 3 нижние, 6-ая, 3 нижние, 6-ая. Дальше спускаемся на аккорд Г. 3 нижние, 6-ая, 3 нижние, 6-ая, 3 нижние, 6-ая. Тут опять 4 раза его повторили. И делаем аккорд ФДС7. Потом, когда мы взяли аккорд ФДС7, делаем небольшую паузу в вокале. И потом приглушенными струнами, то есть расслабляем пальцы, делаем 4 удара. Раз, два, три. И на четвертой бьем по басу. И ЕМ берем. И начинается припев. Зачем мы это делаем? Для эффекта мы это делаем. Итак, давайте попробуем остановиться на аккорте ФДС7. Мы точно не будем спать. И потом. Подождали немного паузу. Кофе мой друг. То есть во время этих ударов мы говорим фразу Кофе мой друг. То есть припев начинается из-за такта. Остановились. Подождали. Кофе мой друг. Музыка мой друг. И все, что вокруг. Надеюсь, вам все понятно. Теперь давайте рассмотрим бой, который я использовал в песне этой. Берем аккорд ЕМ, делаем удар. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх Тут на аккордах, где мы повторяли 4 раза Перебор, нужно играть полный бой А где вот по 2 раза То есть на аккорде БМ и А Нужно делать такие удары Вниз, 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 вверх Вниз, 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 вверх И снова полный аккорд Давайте еще раз повторим ЕМ Вниз, вниз, вверх, вверх Вниз, 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 вверх Ф, ДС, 7 Вниз, вниз, вверх Вниз, 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 вверх БМ Вниз, 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 вверх А, вниз, 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 вверх Аккорд Г Вниз, вниз, вверх Вниз, 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 вверх И когда вы делаете удары вниз Нужно стараться бить только по базу То есть Бас Повторяем быстренько бой, аккорд ЕМ Бас, вниз, вверх, вверх Бас, вниз, вниз, вверх Аккорд Ф, ЕС, это аккорд Бас, вниз, вверх, вверх Бас, вниз, вниз, вверх Аккорд БМ Бас, вниз, вниз, вверх Бас, вниз, вниз, вверх Аккорд Г, бас, вниз, вверх, вверх, бас, вниз, вниз, вверх. И последний удар на аккорде F, диез септаккорда. Снова начинается перебор со второго куплета. Ночь меня ждет за мокрым стеклом. Она все поймет, молчание и слов. По струнам мой дом доводит до слез. Ты плачешь, ну что ж, все снова всерьез. Кофе мой друг. Тут уже остановки на F, диез 7 не происходят. Вы сразу переходите на припев. Так, потом и после второго припева у нас идет соло. Вам нужно здесь две струны использовать. Это пятая и третья струна. То есть, если вы берете, например, указательным пальцем пятую струну на пятом ладу, то третью струну нужно зажать на седьмом ладу. А все остальные блокировать. Такой двойной звук, чтобы получился. И все вот эти лады, которые я сейчас буду вам называть, играются таким же образом. То есть, один палец на пятом ладу, например, да? А другой через один лад. Вот так. Остальные все блокировать. То есть, вот этим указательным пальцем нижние не дожимать. Чтобы они стали приглушенными. Итак, зажимаем этот аккорд на пятом ладу. То есть, пятая струна на пятом ладу, а третья на седьмом ладу. Видите, через одну все. Шестой лад мы пропустили. Еще раз. Вниз, сверху, вниз, вниз. Дальше. Это все вот этот круг. Три раза у нас повторяется. Потом у нас такой рисунок. То есть, делаем удар на пятом ладу. И потом спускаемся на четвертый лад. Давайте. Вниз, вниз, сверху, вниз, сверху, вниз, сверху, вверх, вниз, сверху, вниз, сверху, вниз. Далее мы скользим к ладу двенадцатому. Тут делаем. И с двенадцатого скользим на пятый лад снова. Давайте. Двенадцатый лад. Вниз, сверху, вниз, сверху, вниз. Пятый лад. Вверх, вверх, вниз, сверху, вниз, сверху, вниз. Не забываем, когда я называю лад, наш указательный палец зажимает этот лад на пятой струне. А безымянный палец следует за ним через лад на третьей струне. Вот так. Еще раз повторим сначала. Пятый лад. Седьмой. Девятый. Еще раз. Пятый. Седьмой. Девятый. Так, три раза. Еще раз. Дальше. Дальше. Пятый лад. Четвертый лад. Вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Дальше. Давайте повторим. С двенадцатого лада. Пятый лад. Десятый лад. Седьмой лад. Дальше. Девятый лад. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, седьмой. Вверх, вверх, вниз, вверх. Ударяем на седьмой. Девятый. Тут нужно проскользить немножко. Давайте повторяем. То есть, на предпоследнем ударе мы скользим снова на девятый лад от седьмого лада. Да? Дальше идет четвертый лад. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Еще раз. Вот это место с девятого лада. Четвертый. Повторяем целиком. С пятого лада. Здесь я пропишу все лады, которые вам нужно будет использовать. Поехали с пятого. Пятый. Четвертый. Двенадцатый. Пятый. Десятый. Седьмой. Девятый. Седьмой. Девятый. Четвертый. Пятый. Вот такое у нас соло. Быстренько в темпе. Сейчас вам ее покажу. Девятый. Музыка Я вам показал свою версию Кстати, если вы играете с кем-то, то вторая гитара может играть те же самые аккорды, которые я сейчас вам показал Только при помощи квинт-аккордов, то есть не полные аккорды А квинт-аккордами, то есть Нужно только три басовые струны нам во всех аккордах Получается такой приглушенный звук Рокерский Итак, мы разобрали эту версию песни, которую я использовал в Пупури Но теперь рассмотрим версию, которая звучит в оригинале Она практически ничем не отличается У нас тонализ становится F-DS-минор На втором ладу То есть на два тона выше, в отличие от которой я играл Тут у нас такие аккорды получаются F-DS-минор F-DS-M На втором ладу Дальше G-DS-7 Соль-DS-септаккорд На четвертом ладу Дальше нижней посадкой вниз Берем C-DS-минор До-DS-минор То есть аккорд B Си-бемоль Мажор И аккорд А Ля-мажор Вот такие у нас аккорды Перебор тот же самый Давайте пробуем быстренько F-DS-минор Три нижний бас Три нижний бас G-DS-7 C-DS-M B A-Di-мажор Ну то есть понятно, этот перебор я уже вам показал в начале видео Теперь давайте рассмотрим бой Он немного отличается от той версии, которую я играл в начале И звучит он так Тут тоже идет игра с басами Давайте пробуем этот бой Два первых удара На бас приходится И третий На весь аккорд Бас Бас Вниз Вверх Вверх Вниз Вниз Бас 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 Вниз Вверх Вверх Вниз Вниз Дальше C-DS-M Бас Бас Вниз Более драйвовый бой у нас тут получается Повторим давайте Это основной шаблон боя у нас Но между ними можете еще вставлять какие-нибудь речитации Это рассмотрели, дальше идет второй купет Тоже перебором Как первая версия Пробуйте, нужно дергать три нижней, потом бас Три нижней, бас Кстати, когда мы вот наверху играем, да, аккорды Верхняя посадка я называю Нужно дергать шестую струну Когда нижней, вот так Нужно дергать пятую струну Она басовая здесь Вот тут шестая Тут шестая Тут пятая Тут пятая Тут пятая Но если ля возьмете здесь Тут уже шестая будет она Это рассмотрели Дальше идет соло Здесь у меня ничего не меняется Как в оригинале все играется В этой тональности у нас это соло уже начинается с седьмого лада Потому что, как мы говорили Тональность с фа, дес, минор Поэтому седьмого лада Когда я вначале показывал в тональности ми, минор У нас соло начиналось с пятой Ребята, это все, что я хотел вам показать На этом наш урок подошел к концу Подписывайтесь на канал, чтобы получать новые разборы Новые кавера И многие другие видеоролики Ставьте лайк, если видео понравилось И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok